Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! И в начале выпуска краткий анонс главных тем. Много риса, много баранины и всего еще много. На фоне успеха в региональном месте сельхоза глава правительства получил звание заслуженный работник сельского хозяйства. Об этом через минуту. Его называют человеком, сохранившим Дагестан в эпоху хаоса и развала страны. Почетному председателю Госсовета Магомеда Лемагомедова установили мемориальную плиту на здании правительства республики. Пропускная способность столичных дорог выросла на 15%, утверждают специалисты ИТС. Так ли это, расскажем в выпуске. Сомбист Аслан Курбанов стал обладателем Кубка Президента Российской Федерации. Подробности соревнований, прошедших в Москве, смотрите в разделе «Спорт». Дагестану всего хватает. Такое смелое заявление озвучили в региональном Минсельхозе. По данным ведомства, обеспеченность региона баранина и рисом более чем в три раза превышает потребности населения. Напомним, что в 2022 году дагестанские аграрии произвели более миллиона тонн овощей, почти 210 тысяч тонн плодов, 332 тысяч тонн картофеля, свыше 129 тысяч тонн риса и почти 37,5 тысяч тонн баранины. Председателю правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан». Кроме высокопоставленных чиновников, накануне Дня России награждали и отличившихся в различных сферах деятельности дагестанцев. Среди тех, кто получил награды от Сергея Меликова, учителя, медработники, деятели культуры и искусства, а также госслужащие. Мемориальную плиту почетному председателю госсовета Магомед Али Магомедову установили на здании правительства республики. В церемонии приняли участие Сергей Меликов и заместитель руководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов. «Здесь нет гостей и приглашенных здесь только тех, кто искренне пришел почтить память выдающегося государственного деятеля», отметил в своем выступлении глава Дагестана Сергей Меликов. Магомедов со своей стороны поблагодарил всех, кто внес вклад в увековечение памяти его отца. «В 99-м, когда Дагестану и всей нашей Великой России был брошен серьезный вызов, а дагестанцы честью, достоинством во главе с Магомедом Магомедовичем и вдохновляясь его личным примером, дали этому достойный отпор. И я хочу привести слова самого Магомедовича Магомедовича. Вот что он сказал. «Свою любовь к отчизне дагестанцы подтвердили в 1999 году с оружием в руках, встретили врага России и вместе с нашей армией под руководством Владимира Владимировича Путина разгромили экстремистов, международных террористов, отстояли единство и независимость российского государства». «На сегодня наши дагестанцы воины, вдохновляясь этим примером и многими славными примерами наших предков, героически, мужественно защищают нашу Родину Россию, защищают наше будущее общее и наши общие духовно-нравственные ценности лучше, чем представители любого другого региона. Заторов в Махачкале стало меньше. Так считают работники Министерства транспорта Дагестана и компании «Урубантех». Несколько цифр в поддержку этого аргумента они озвучили в ходе совместного общения с журналистами. Специалисты утверждают, что после внедрения интеллектуальной транспортной системы пропускная способность столичных дорог выросла на 15%. Все подробности пресс-конференции в сюжете Карима Гамаева. В конференции приняли участие представители мэрии города, регионального Минтранса и журналисты республиканских СМИ. Программа по внедрению ИТС в столице проходит в рамках федеральных проектов «Общестесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасные качественные дороги». Конференция проходила в формате «Вопрос-ответ», где представители ГК «Урбантех» рассказали обо всей проделанной работе. Компании было установлено и модернизировано около 400 светофоров на самых загруженных магистралях Махачкалы. И, как отмечают специалисты, наблюдается позитивная динамика в разгрузке столичных дорог. «Безусловно, увеличение пропускной способности уличной дорожной сети – это увеличение средней скорости движения транспортных средств, но и в целом тот комфорт, который на сегодняшний день получают и жители, и гости республики Дагестан. То есть они, получается, могут добраться до точки финального назначения значительно быстрее, чем это было раньше». Программу по внедрению интеллектуальной транспортной системы также планируется проводить и в остальных городах республики. «Безусловно, стоит задача по улучшению организации дорожного движения в других городах. Но на сегодняшний день наш проект в первую очередь был в рамках городской агломерации Махачкалы. Мы его реализовали и планируем не останавливаться на достигнутом. Безусловно, мы планируем расширять географию присутствия». Также в целях решения проблем на дорогах республики был запущен Центр управления дорожным движением, благодаря которому в режиме реального времени можно контролировать загруженность улиц, оперативно реагировать на ДТП и следить за качеством работы общественного транспорта. И к новостям спорта. Боец Мавлит Хайбулаев продолжает борьбу за миллион долларов. Дагестанский микс-файтер одержал вторую победу в новом сезоне американской лиги ПФЛ. Поединок в Атланте против Тайлера Даймонда из США завершился во втором раунде. Хайбулаев заставил соперника сдаться после удушающего приема. Эта победа позволила бойцу школы Абдулманапа Нурмагомедова набрать в сумме 8 очков и выйти в полуфинал Гран-при. Чемпион сезона получит миллион долларов США. В 2021 году спортсмен уже становился обладателем пояса этого дивизиона. Самбист Аслан Курбанов стал обладателем Кубка президента Российской Федерации. Соревнования с участием лучших команд силовых структур России, Армении и Белоруссии проходили в Москве. Махачкалинец представлял команду в СИН в весе до 88 килограмм. На турнире он провел четыре победные встречи. В финале турнира представители службы исполнения наказания одолели сборную ВДВ 4-3. Отпуск футболистов «Динамо» перед подготовкой к новому сезону продлится меньше двух недель. После сыгранного 3 июня заключительного матча прошлого сезона махачкалинцы начнут подготовку к новому турниру в первой лиге уже в середине месяца. 15 июня они соберутся на клубной базе в Махачкале, а 19 числа команда отправится в Кисловодск, где пройдет основная часть предсезонной подготовки. На сборе планируется несколько контрольных матчей, в том числе с клубами российской премьеры лиги. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Приятных вам выходных, хороших новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!